И вот хотелось расспросить вас о опытах, которые были заложены в одном из хозяйств Краснодарского края. Вы проводили эти опыты внесения минеральных удобрений с добавлением микроэлементов. И вот наиболее интересным, как я понимаю, было использование микроэлементов бора и цинка, что максимально повышает урожайность сахарной свеклы. Вот скажите, какую прибавку дало это и какие затраты были дополнительно на вот эти микроэлементы? Смотрите, дополнительно на микроэлементы были затраты 250 рублей, то есть это добавление бора и цинка. 250 рублей на гектар из расчета. На гектар, да. Именно на гектар. Добавления были удобрения минеральные, которые проводились опытом аммиачная селитра, аммофос и адиаммофос. Они проводились на протяжении двух лет, то есть 2020 и 2021. В 2022 еще пока биологическую урожайность я не брал, потому что перед уборкой она берется, ну уже конкретно, чтобы понять результат. Вот. Результаты будут уже, я думаю, в середине октября, уже со всеми данными. Ясно. По 2022 году. А конкретно вот по 2020 году в среднем сахаринность корнеплодов достигала от 16.45, как таблицу я вам скидывал. И самая большая была сахаринность 17.56, это как раз таки с добавлением просто бора и внесением минеральных удобрений диаммофоски. Это что касается по 2020 году. Ну там урожайности, самая высокая урожайность была 436 центнеров с гектара. Небольшая. Да, она была небольшая, но сахаринность компенсировала низкую урожайность. Что касается 2021 года, там уже урожайности были больше, ну все зависит в большей степени от осадков в любом случае. Но самая большая прибавка была с азофоской, с добавлением бора и цинка составила урожайность 540 центнеров с гектара при сахаринности 15.08% корнеплодов. То есть по сравнению с контролем, у контроля была диаммофоска плюс тукосмесь фосфорокалия. То есть с контролем, ну конкретно 2021 год, да, биологическая урожайность там составила 514 центнеров с гектара при сахаринности корнеплодов 14.82%. А конкретно уже на опытном участке биологическая урожайность составила 540 и при сахаринности 15.08%. Да, заметная прибавка, очень интересно. То есть бор и цинк очень полезны и как и для увеличения валового сбора, так и для повышения сахаристости корнеплодов. Хорошо. И у вас еще есть наблюдение по последействию удобрений, внесенных под сахарную свеклу на последующие культуры. Скажите об этом. Последующая культура в основном после сахарной свеклы это озимая пшеница зачастую, ну которая идет по севообороту. Ну то есть и у меня только наблюдение по 2021 году, конкретно где у меня вносились удобрения, участок был, где не вносилось удобрения. И прибавка составила 3,6 центнеров с гектара, конкретно на озимой пшенице. По качеству зерна озимой пшеницы не было никакого отличия, но прибавка составила 3,6 центнеров с гектара. Отлично. То есть это не без дополнительных затрат именно после действия? Да, это после действия конкретно, но это конкретно на одном участке. В любом случае каждое поле может быть все равно по составу гумуса, по составу микро-макроэлементов немножко отличаются, каждое поле, но конкретно это было на одном поле и на нескольких участках. То есть я заверил на том участке, где не вносилось удобрения и где вносилось удобрения. Именно под сахарную свеклу и после действия на следующие годы. Ясно. Все отлично, Эдуард. В этот раз все хорошо записалось и нам потребовалось мало времени. Что касается таблицы, то ее мы используем, она интересная и каждый агроном сможет посмотреть это все на видео. Она наглядная таблица. Все хорошо. Удачи вам. Спасибо. Хорошей командировки. Спасибо вам тоже. До свидания.